9 июня, конфликты на площадке, Елена. Юль, добрый день, здравствуйте, Елена, спасибо вам и Евгению за помощь. Пожалуйста, меня зовут Елена, очень приятно познакомиться. У меня сын, 25 года, очень активный мальчик с боевым характером. Никогда не бежит со слезами, когда его ударят, а дает сдачи и часто довольно-таки сильно. Получается, что обидчик, который ударил один раз, может в ответ получить 3-5 ударов, к сожалению, не всегда руками. В итоге мамы защитников конфликтов сразу же забывают, что их дети начали первыми драку и обвиняют моему сыну, что он дерется. Давать сдачи специально не учили. Как быть, когда нужно останавливать сына? Как правильно это делать? Как дать отпор мамам защитников конфликтов? Еще проблема в конфликтах за игрушки. Например, играет сын на площадке со своей игрушкой, подходит другой ребенок такого же возраста, просит, дай поиграть. И берется за игрушку. Он говорит, не дам. И пытается игрушку вырвать обратно. Если выходит, все хорошо. Но если нет, он повторяет еще раз, не дам. Если соперник не отпускает, дает. Далее следует удар. Вопросы. Первое. Адекватно ли это для его возраста реакция? Нет, неадекватно ни в коем случае. Вы не смотрели наше, видимо, ни одного видео про разборки на детских площадках. Посмотрите, пожалуйста, есть у нас плейлист под названием «Детская площадка». Там все. Как вести мамам, детям, до какого возраста, в каком возрасте, как и почему. Нельзя в 2,5 года бить, потому что это очень травмоопасно и последственно. Нужно ли учить его, чтобы он звал меня на помощь для решения конфликтов? Что нужно звать? В 2,5 года вы должны стоять в метре от него, не дальше. Откуда он вас зовет? Вы же тут должны быть непосредственно. Как быть с мамами побитых? Извиняться перед мамами? Просить прощения, что в следующий раз я не доглядела, в следующий раз я буду доглядывать. Пока не доходят до драки, они в стране наблюдают. И маму вот то же самое. Не в стране, а рядом быть, в поле зрения ребенка. Ну не в поле зрения, а в поле в ближайшем окружении. Это метр. Мол, сами разберутся. И как мой ударил, так сразу же крик. Он же у вас дерется сделать что-нибудь. Не ходить на эти площадки и смотреть наши видео. Также неприятные последствия после таких конфликтных ситуаций. Может через какое-то время, минут 10, иногда через час, проходя мимо того, с кем был конфликт, толкнуть или ударить просто так. Что это месть? Это безнаказанность просто. Это у вас дисциплина отсутствует и безнаказанность. Как в таких ситуациях реагировать? Полное воспитание, полный запрет. Не ходить на эти площадки, не бить ребенка, если он тоже получает тумаков от вас по попе. Сейчас начать полный педагогический воспитательный процесс по запрету этого всего. Быть рядом с ребенком. Ну и вообще на площадке поменьше ходить, пока не забудет это все. То есть скорее до трех лет. Сколько сейчас? Два с половиной, да, мы прочитали? Два с половиной, да. У вас полгода, чтобы сделать все, чтобы ребенок все это забыл. Вот эта модель поведения, что можно кого-то ударить. Неважно кого. Кошку, собаку, ребенка, взрослого. Никого не забить. Как реагировать в таких ситуациях? И последнее. Как быть, когда не хочет возвращать чужую игрушку? Вы должны были не допустить вообще взятия чужой игрушки. Например, ребенок дал сыну игрушку, поиграть с ней. И через какое-то время хочет забрать обратно. Часто все проходит спокойно и с моими дополнительными объяснениями. Сын возвращает игрушку, хозяин игрушку сам. Но бывает, что совсем не хочет отдавать. Вцепился и крик не дам. И начинается обоюдный крик, плач, истерика. Как правильно поступить в такой ситуации? Как только пришел хозяин этой игрушки и говорит, дай, пожалуйста, вы уговорами ласково забираете у своего ребенка игрушку, отдаете хозяину, говорите хозяину, что спасибо, что нам дал поиграть. Ваш при этом орет благим матом. Вы берете его на руки, целуете, жалеете, успокаиваете. Уходите как можно дальше от этой конфликтной ситуации. Чтобы она быстрее забыла. Переключаете, смотри, какая божья коровка, смотри, какие качели и так далее, и тому подобное. И старайтесь, чтобы быстрее он успокоился. Если совсем не успокаивается, значит, все, на руки и пошли домой. Можно я отвечу? Нет. Да. Ты же все равно вырежешь. Давай. Давай. Мата давно не слышал. Ну, просто не давать им чужие игрушки. Мам, я хочу эту игрушку. Я понимаю, это не наша игрушка. Давай играть нашу игрушку. Да. И все. Да, до трех. И тогда вам не придется потом возвращать то, что ему нравится, и все. Да. До трех лет так и происходит. Он тот-то отдал, потому что он либо взрослый умеет делиться, либо он очень маленький, полуторалетний, а ему без разницы сейчас пока. Взяли, у него и взяли. Да. Не берите и все. В общем, до трех лет строгое правило. Посмотрите, пожалуйста, по поводу этого всего. Вот ваших вопросов есть. Мы уже все обсуждали. Плейлист. Так и тоже по жизни. Да, жизнь вообще никого. Нет, и в жизни вообще не берите чужого, потому что все равно отдавать. Да, можно и так. Можно взять только в игре в совместной. После трех лет, после четырех, когда идет действительно совместная сюжетная какая-то игра. И там, да, они меняются. Игра закончилась, все, со своими игрушками разошлись. Весь дошкольный возраст, вопрос игрушки для ребенка – это очень болезненная тема. Как я и уже говорила, игрушка – неотъемлемая часть ребенка. Он воспринимает это как свою ногу, руку, глаз и так далее. Это очень болезненно. И дать свою руку и ногу кому-то – это… Да чего? И сейчас ты что, сильно ты дашь машину что-то свою другу? Вот, это же твоя игрушка. Ну, я задумываюсь. Да, ты задумываешься. И даже если ты дашь, потому что он очень-очень… Ты все равно будешь нервничать, правильно, внутри? А ты уже взрослый, ты умеешь контролировать свои эмоции. А ребенок в два с половиной года не может контролировать свои эмоции, потому что у меня нет еще того полушария, который контролирует эти эмоции. Все, там, конечно, это депрессия, истерика, неврозы. И как в одном из письма, помнишь, ночью спит, она говорит, а дай ему лопатку? 9 июня, Елена, конфликты на площадках. Толком не отвечали, Елена, ну, потому что не будем тратить время, писем еще очень много. Лучше посмотрите спокойно за чашечкой чая все эти плейлисты, и вам будет все понятно. Ответили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...